Здравствуйте! Вы смотрите программу «Угол зрения». Не болеть и предупредить возможное заболевание. На это направлена промышленная и профилактическая медицина общества «Газпромдобыча на дым». Об этом поговорим с гостем нашей студии. Это начальник медико-санитарной части Игорь Гирилейшин. Здравствуйте! Здравствуйте! Игорь Ярославович, к врачу всегда очень много вопросов, особенно он главный. Вы начальник медико-санитарной части. Ощущаете ли себя главврачом? Если подходить с формальной точки зрения, то большой разницы в названии должности нет. А если так философски подойти, то безусловно, когда у тебя в подчинении работают коллеги с таким же дипломом, как у тебя, и тебе приходится принимать какие-то решения, давать какие-то рекомендации, то автоматически появляется некое главенство. Поэтому это приходится принимать и с этим жить. А вот часто вообще приходится надевать белый халат? Ну, к счастью, иногда приходится. Я, безусловно, скучаю за этой униформой. И когда появляется возможность одеть униформу, одеть белый халат, пусть даже для некоторых формальных мероприятий, либо для каких-то официальных встреч, то это всегда доставляет удовольствие. А вот интересно, чем измеряются итоги вашей службы? Количеством заболевших или, наоборот, не заболевших? Вопрос, безусловно, интересный. Но поскольку вы в подводке к нашей программе сказали, что основной упор в нашей медицине делается на профилактику, то, безусловно, количество недопущенных заболеваний и количество сохраненных дней трудоспособности и вообще здоровья персонала являются нашим приоритетом. Ну, количество заболевших, количество выполненных операций – это неотъемлемая часть работы и так называемая медицинская статистика, которая всегда была, есть и, к сожалению, будет. И каковы итоги за прошедший год? Ну, хочу сказать, что по итогам прошедшего года нам удалось сохранить те контрольные показатели, которые у нас существуют, а именно заболеваемость временной утраты трудоспособности, как в случаях, так и в днях нетрудоспособности, первичный выход на инвалидность и смертность работников удалось сохранить приблизительно на том уровне, который на протяжении последних лет мы наблюдаем. По количеству заболеваний мы несколько снизили этот показатель. Количество дней нетрудоспособности незначительно выросло, но это, во-первых, в рамках статистической, даже не погрешности, статистических показателей. Во-вторых, для этого существует пояснение, потому что у нас, к сожалению, были случаи заболеваний, которые требовали длительные сроки лечения, поэтому этих больных мы отслеживали, и они повлияли на эту статистику. Но в целом хочу сказать, что динамика показателей здоровья работников нашего коллектива, она хорошая и положительная. Промышленная профилактическая медицина. Дочки многие «Газпромы» перенимают опыт у «Газпром-добычи» на дым. Чем же она так хороша? Ну, это является нашей изюминкой практически с момента создания системы промышленной профилактической медицины, у стоков которой стояла Татьяна Николаевна Шишкина. Это ее детище, которое мы храним, развиваем. Дело в том, что со времен Пирогова еще существует тезис о том, что будущее за профилактической медициной. И сейчас это уже общепризненный тезис. И вообще здравоохранение российское двигается в этом направлении, потому что сохранение здоровья и предупреждение случаев заболевания, они гораздо эффективнее, гораздо лучше в прогнозном плане. Поэтому необходимо уметь лечить в случае заболевания, но необходимо делать все, чтобы не допустить развития этого заболевания. Поэтому мы с коллегами из других дочек «Газпрома» неоднократно обсуждали эти вопросы, методики, технологии и на корпоративных совещаниях, и на различных конференциях, конгрессах, как и российского, так и мирового уровня, представляли нашу модель. И везде она вызывала интерес, обсуждения, вопросы, какие-то предложения. Поэтому это динамично развивающаяся система, живая. Поэтому я думаю, что мы и дальше будем ее развивать. Своевременная медицинская помощь особенно актуальна в суровых климатических условиях и удаленных местах, вот как, например, Баваненково. Вы, работая хирургом на Харасовое, начальником, главврачом врачебной амбулатории на Баваненково, могли представить, что вот там разовьется такой большой медицинский комплекс? Безусловно, мог. Мы еще в начале 2000-х годов, если не ошибаюсь, это был 2002 год, на Ямбурге проходила научно-практическая конференция молодых специалистов. И я там в составе делегации «Надым Газпрома» тогда представлял перспективную модель медицинского обеспечения при освоении арктических месторождений. И уже на тот момент мы понимали и представляли, как это должно выглядеть. А теперь, благодаря и пониманию, и поддержке со стороны руководства общества, со стороны ПАО «Газпрома», мы реализовали эту модель. Поэтому на Баваненково у нас создан, построен замечательный комплекс промышленно-профилактической медицины, который включает в себя и стационарную помощь, и поликлиническую помощь. Это в случае заболеваний и травм, и, безусловно, реабилитационно-восстановительную и оздоровительную составляющую тоже мы будем там сохранять и развивать. Укомплектованием штата озабочены? Не оголите районную больницу? Безусловно, озабочены. И, к большому нашему сожалению, никогда не думал, что скажу такие слова, но проблема кадрового голода коснулась и ведомственной медицины. Поэтому квалифицированных врачей, которые нам необходимы в том количестве, которое хотелось бы иметь, и в том числе и в кадровом резерве, к сожалению, нет. Поэтому мы ищем, находим, убеждаем, некоторых убеждаем сменить не только место работы, но и место жительства. У нас уже есть отклики от некоторых специалистов, которые готовы стать северянами и жителями Надыма и Надымского района. Поэтому в этом направлении мы работаем. Единственное, что я могу сказать точно, что у нас как работали, так и в дальнейшем будут работать врачи высокой квалификации, которые примут и разделят ту систему промышленной медицины, которая у нас есть, и смогут оказывать необходимую помощь даже в таких тяжелых, труднодоступных, удаленных местах, как Баваненко, как Харасовы. А вот важно, чтобы они были готовы работать в таких условиях? Безусловно. На этапе собеседования, на этапе знакомства с потенциальными работниками мы объясняем всю специфику, объясняем, что это далеко, что приходится принимать решения, от которых зависит жизнь людей. То, что в кратчайшие сроки ожидать помощи со стороны коллег окружных, со стороны санитарной авиации не всегда возможно ввиду особенностей, ввиду погодных условий. Поэтому объясняем, рассказываем, показываем на примерах, когда люди этим проникаются, они понимают, что их ждет, и они уже осознанно идут на этот шаг. Поэтому в этом направлении мы никаких неприятных сюрпризов потенциальным коллегам не планируем создавать, мы все четко, подробно, так сказать, на берегу объясняем, где предстоит и как предстоит работать. Вот новое современное оборудование, высококвалифицированные специалисты, это с Вашей стороны. А как сами работники относятся к своему здоровью? Ну, отрадно отметить, что у работников нашего предприятия уже сложилось некое правильное отношение, понимание и осознание того, что здоровье — это не только данность от Бога, но и это то состояние, которое позволяет людям работать, содержать семью. И это также зона и их ответственности. А то, что предприятие прикладывает к этому все усилия для того, чтобы сохранить и максимально сберечь здоровье работников в таких условиях, они это тоже осознают. И методики оздоровления, как первый и второй этап реабилитации работников, и то, что люди осознали необходимость и оздоровительных процедур, и соблюдение графика вакцинации в соответствии с национальным календарем, и прохождение всех необходимых медицинских осмотров в полном объеме, и направление в региональный центр профпатологии лиц, которые работают в вредных условиях труда. Это, безусловно, дает свои плоды и показатели здоровья наших работников по сравнению и с региональными, и с местными показателями. Они, скажем, на порядок лучше и выше. Поэтому обучение, донесение до людей, осознание вот этого, что заботиться необходимо о своем здоровье, это тяжелый, длительный, кропотливый труд, но он дает свои результаты положительные. А какова сегодня вообще общая картина? Чем болеют? Есть ли какие-то профессиональные заболевания газовиков? К нашей радости, случаи в профессиональных заболеваниях в нашем обществе за последнее время не регистрируются. На профессиональные заболевания, в соответствии с патогенезом, развитие этих заболеваний влияют вредные производственные факторы. Почему и называется профессиональные заболевания? На наших работников, в соответствии и со специальной оценкой условий труда, и с изученными факторами, которые влияют, это, безусловно, являются и физические, химические, биологические факторы, шум производственный, но оснащение рабочих мест, работы по улучшению условий труда, использование средств индивидуальной защиты, средств защиты слуха, органов дыхания, они дают ожидаемые эффекты, поэтому развитие профессиональных заболеваний среди наших работников за последнее время не зарегистрировано. Вот Вы уже затронули немного вакцинацию. Какой вообще она роль играет? Вакцинация, на мой взгляд, это вообще такая методика, такая программа, которая позволяет нам справляться с теми заболеваниями, которые при отсутствии контроля за которыми могла бы случиться катастрофа. И вот существует некоторое, на мой взгляд, не совсем корректное, не совсем правильное мнение, которое подпитывается из интернета, там из разговоров, кулуарных, каких-то бесед о вреде вакцинации. Безусловно, как и везде, случаи осложнений бывают, но статистически эти случаи, они довольно редки. И я, безусловно, понимаю, что если случай есть, то всегда его можно как бы обсудить и подать с негативной стороны, но тем не менее смею утверждать, что количество спасенных жизней в результате проведенной вакцинации, оно кратно превышает те случаи осложнений, которые бывают. Поэтому, безусловно, вакцинироваться, соблюдать календарь прививок необходимо. Вот, кстати, есть такая статистика, что в некоторых зарубежных странах с помощью вакцинации избавились от многих болезней. Вот как думаете, в нашей стране вообще возможно такое? Ну, безусловно, возможно. И наша страна – это одна из ведущих стран, которая, во-первых, разработала и выполняет национальный календарь прививок, а во-вторых, разработки наших иммунобиологов, они занимают достойное место. Есть вакцина, наверное, помните, про африканскую вирус Эбола. И единственная вакцина, которая была эффективной, и она была разработана в Новосибирске. Поэтому мы по некоторым направлениям впереди планеты всей. Я думаю, что это не все направления, которые широко известны. Но, тем не менее, многие все же отказываются. А как вообще сформировать доверительные отношения? Ну, я думаю, что необходимо проводить санитарно-просветительную работу, необходимо объяснять, рассказывать. Вы знаете, наверное, самым лучшим примером является демонстрация тех осложнений, которые могут возникнуть в случае игнорирования этого. Это и тяжелые заболевания, вплоть до смертельного исхода. Поэтому, когда люди будут понимать, что риски вакцинации, они ничтожны по сравнению с риском потери родственника, близкого человека, собственного здоровья, я думаю, что этот метод возымеет свое действие. И в связи с этим, что показывают медосмотры ежегодные, которые у нас проводятся? Как меняется картина заболеваний? Ну, в общем-то, картина заболеваний, она соответствует и региональному, и общероссийскому тренду. К большому сожалению, у нас по структуре патологии, это и онкологические заболевания, заболевания сердечно-сосудистые, и заболевания опорно-двигательного аппарата. Но, тем не менее, что хотелось бы сказать, у нас в обществе реализуются программы, разработаны мероприятия по снижению заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. С октября прошлого года у нас запущены два аппарата диагностических, скрининговых, которые мы в первую очередь обследовали на них работников диспансерной группы, которые уже имеют сердечно-сосудистые заболевания. Сейчас проводим обследование работников опасных производственных объектов, водителей транспортных средств. Это аппарат, который помогает с помощью исследования эластичности стенки сосуда диагностировать факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, сосудистых катастроф на ранних этапах. Поэтому мы уже видим эффективность. По результатам этих обследований у нас появились новые подопечные, пациенты, которых мы и направляли в специализированные отделения, по которым разработана программа лечения, наблюдения. И я думаю, что мы сможем эффективно воздействовать на развитие потенциальных заболеваний на ранних этапах. Игорь Ермолаевич, вот у вас семья врачей. А есть ли у вас споры какие-то профессиональные, например? Или в лечении, например, простуды? Ну, вопрос такой. Я бы не назвал это спорами, я бы назвал это скорее обсуждениями. Потому что если появляется какой-то интересный клинический случай, какая-то диагностическая находка, просто интересно в этом разобраться, спорить, хоть в споре и рождается истина, но скорее вообще среди врачей принято обсуждать. Вот поэтому существует понятие консилиум, когда несколько врачей, имея какую-то определенную картину, размышляют на эту тему, убеждают друг друга и приходят к какому-то единому заключению, которое в итоге, как правило, оказывается правильным. В вашем случае как чаще бывает? Чья сторона берет вверх? Да тут нет никакого вверха-низа. Тут просто хочется докопаться до истины, разобраться, потом подтвердить это какими-то дополнительными результатами, которые в результате направления до обследования появляются. И когда оказываешься прав, и твоя мысль была ближе к истине, это безусловно приятно. Но спор – это не та формулировка. Как относитесь к нетрадиционной народной медицине? Она может творить чудеса? Если верить интернету, то безусловно. Но вообще я как бы приверженец такой классической традиционной медицины. Безусловно, те знания, которые с давних веков передаются, из поколения в поколение, травники, знахари, в любом случае, независимо, как это называлось, назывался бы человек, который несет эти знания, они в любом случае подкреплены каким-то опытом, какими-то исследованиями, какими-то пониманиями, какими-то наблюдениями. Поэтому опыт перенимать нужно, но безусловно, его необходимо изучать, доводить до научного подтверждения и тогда уже применять на практике. Я категорически не отрицаю никакие тезисы, и все имеет право на обсуждение, но в плане дальнейшего применения, тем более широкого применения, как лекарственные препараты, это довольно долгий путь, и обязательно должны быть исследования, клинические исследования, заключения. Мой взгляд такой. Вот сила духа имеет определенное значение при выздоровлении. Верите в то, что можно выздороветь, только определенно настроившись? Безусловно. Это одно из основополагающих таких краеугольных камней в лечении. Когда пациент доверяет врачу, когда убежден в том, что все будет хорошо, когда он убежден в исходе операции, в исходе лечения, это добавляет вот эта сила духа, это, если переходить на физиологические какие-то моменты, это, безусловно, выброс биологически активных веществ в кровеносное русло. Вот этот посыл, этот момент, они, безусловно, помогают лечению. Поэтому она присутствует. Или не приходилось? Верить в силу духа? В силу духа выздороветь. В силу духа выздороветь. Ну, вы знаете, мне кажется, каждый когда-нибудь в жизни ощущал, что когда чувствуешь себя неважно, какое-то недомогание, что-то, и потом случается что-то такое, что тебе необходимо быть, образно говоря, в форме, то все недомогания, боли, слабость, они отступают, они могут, конечно, вернуться потом, но в момент мобилизации вот эта сила духа, она организм собирает. Вот сейчас идет Великий пост. С медицинской точки зрения это вредно или полезно? Провокационный вопрос. Ну, если исходить из того, что эта традиция, сложившаяся веками, и никому она не навредила, то, безусловно, некий момент разгрузки, очищения организма, очищения души в этом есть. Но я хотел бы предостеречь людей, у которых имеются хронические заболевания, серьезные заболевания, которым назначено лечение, и которым противопоказано голодание, недостаточность калорийности пищи, воздержаться от этого, потому что кроме вреда это ничего не принесет. Поэтому если человек морально и физически готов, и он чувствует в себе необходимость соблюдать пост, то это надо. Но если люди болеют, мне кажется, даже святые отцы в церквях, они тоже в беседах, в проповедях доносят до людей ту мысль, что если нет внутренней силы перенести, выдержать этот великий пост, то лишние истязания организма не нужны. Поэтому это дело каждого. Но за исключением тех людей, которым это противопоказано. Вот говорят, что врачи должны быть циниками. Вам приходилось по-настоящему жалеть человека? Безусловно. Но врачебный цинизм, это, знаете, это некий защитный механизм, может быть даже в какой-то степени маска. Но я уверяю вас, что и сам глубоко убежден в том, что каждый врач глубоко переживает все моменты, которые связаны с реальными страданиями людей, с какой-то болью физической, какой-то душевной болью. Поэтому они все это разделяют, все пропускают через себя. А вот может быть какая-то внешняя выдержка, может быть действительно маска, она просто позволяет в какой-то степени защитить психику и здоровье врача. Но на самом деле все они отзывчивые и искренние люди. Вот как известно, зато врачи народ суеверный. Вот существует множество примет, например, пациентам не лежать на каталке к ногами выходу. А вы во что верите, в какие приметы? Ну, этих примет достаточно много, они там есть железное правило на дежурство никому ничего не желать про ту же каталку, но это скорее так развлечения. Вот когда реально существует какая-то ситуация, которая требует незамедлительного решения, то никакой разницы каким концом организма человек лежит на каталке к двери ногами или головой, тут никакой роли это абсолютно не играет. Необходима скорость принятия решения и правильность принятия решения. Но вы знаете, наверное, все-таки существуют какие-то моменты. я вспоминаю довольно как бы часто вспоминаю, когда я работал хирургом и мои учителя и старшие друзья, с которыми учили меня профессии, которые вводили меня в эту профессию и для меня это тоже как бы такая сложившаяся традиция. Даже не традиция, это какая-то внутренняя потребность стала, когда я подходил к операционному столу и перед разрезом можно вслух, можно не вслух, можно про себя, но всегда первым делом перед тем, как сделать разрез. Я знаю, что большинство, если не все хирурги, произносят фразу с Богом. Вот поэтому это такая может быть несколько личная вещь, но тем не менее она существует. А вот по-вашему хороший врач это кто? Хороший врач это тот врач, который пришел в свою профессию не случайно. И вы знаете, я тоже убежден, что до завершения учебы в медицинском институте случайно люди просто не доходят, потому что они понимают, что это не их и они оттуда уходят. Это человек, который понимает, что он делает, зачем он делает и как это надо делать. Это врач, человек, который постоянно учится своей профессии, который постоянно что-то узнает новое, общаясь с коллегами, читая литературу, изучая какие-то видеоматериалы. Сейчас возможностей много, поэтому можно виртуально присутствовать. Буквально недавно в Москве проходил форум хирурги-онкологи, показательный форум и по всему миру люди заинтересованы в этих трансляциях, наблюдали за показательными операциями. Поэтому это очень интересно, когда ты в это погружал. Вы не жалеете, что ушли из практики? Знаете, у меня в жизни правило никогда ни о чем не жалеть, если такое решение принял, значит надо идти и надо по выбранному пути двигаться дальше. Поэтому я общаюсь со своими друзьями, иногда может быть где-то ностальгическая нотка и проскакивает, но тем не менее, если выбрал путь, значит надо идти по нему. Вы еще занимаетесь депутатской деятельностью, не тяжело совмещать? Вы знаете, я наверное безусловно тяжело, это занимает достаточно много времени, достаточно много сил, но у меня это какой-то уже сложившийся стиль жизни, поэтому мне кажется, что я без этого уже как-то себя плохо представляю, потому что у меня постоянные звонки, постоянное общение, постоянная переписка, поэтому это как бы часть моей жизни, поэтому пока она есть, я должен выполнять ее правильно и честно. Каким-то решением гордитесь принятым с вашей помощью, будучи депутатом? Вы знаете, любое, даже какое-то небольшое решение, какой-то небольшой поступок, который принес пользу человеку, им можно уже гордиться. Я не веду статистики каких-то подвигов, каких-то положительно решенных моментов, они фиксируются, но когда по результатам обращения что-то получилось и получилось хорошо, и человек шел довольным и понял, что он не зря пришел к тебе со своей проблемой, это безусловно радует. Чем что мне как бы доставляет внутреннее какое-то может быть еще не в полной степени удовлетворения, это то, что у меня появилась возможность и мной с своими товарищами была инициирована разработка стратегии развития здравоохранения округа, которая потом нашла свое воплощение и в широком обсуждении, и сейчас уже проводится завершающий этап работы, сейчас работают эксперты, в том числе федеральные, и надеюсь, что в ближайшее время эта стратегия будет представлена на утверждение руководству округа, и самое главное, что в процессе этой работы, во-первых, общение с людьми, с коллегами, и на данный момент уже начинают проявляться результаты тех мыслей, которые были озвучены на самом первом этапе, и мне кажется, что здравоохранение в округе двигается в правильном направлении. Помимо работы, депутатской деятельности, что еще приносит удовлетворение? Я просто люблю жизнь, люблю людей. Солнце светит, приносит удовлетворение, ветер дует, тоже приносит удовлетворение. Мне кажется, что жить это хорошо, жить это здорово. А еще многочасовые поездки за рулем. Чем вас так дорога привлекает? Ну, я не знаю, это хобби не назвать, это просто какое-то отдушинное, я не знаю, хобби. Просто это приятное времяпровождение. Я не знаю, мне просто безумно нравится дорога, безумно нравится управлять автомобилем, мне нравятся большие расстояния. Я от этого получаю какое-то необъяснимое удовольствие. Есть ли такое место, куда вы доехали и захотелось вам остаться навсегда? Вы знаете, я всегда хочу домой. Вот, дома мне хорошо, поэтому, куда бы я ни ехал, у меня самый главный маршрут это возвращение домой, поэтому, я думаю, что так. Игорь Ярославович, спасибо вам за интересную беседу, а я напомню, что сегодня у нас в гостях был начальник медико-санитарной части общества «Газпром добыча на дым» Игорь Гелешин. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok